Всегда есть причина, всегда есть следствие и всегда есть конечный выгодополучатель. Просто так никогда ничего не делается. Просто так никогда ничего не происходит. Больше 10 лет системно происходят пытки, изнасилования в тюрьмах по всей стране. То есть это выстроена целая система. Самая настоящая гестапо, которая покрывается с самого верха. Больше 10 лет информация никаким образом в информационное поле не просачивается. А сейчас вдруг это выплывает. Притом выплывает не просто какая-то там разовая акция. Нет. Выплывает целый архив видеоматериалов. Этот архив сразу же уходит на запад. Вот этот человек, который архив этот предоставил, тут же сразу выезжает во Францию. Он сейчас там получает политическое убежище. Это чисто системная акция. Это кто-то организовал. Человек, который слил вот эту информацию, то есть предоставил вот эти видеоархивы, он сейчас сидит во Франции и ждет политического убежища. И ему дадут политическое убежище. По французскому телевидению в прямом эфире показывали вот эти пытки в российских тюрьмах. Так называемая европейская развитая страна по телевидению показывает, что происходит в российских тюрьмах. Как там пытают и насилуют заключенных. Понимаешь, у тебя это уже международный скандал. Его шайка, они уже, блин, с тебя сработали Нюрнберг по всем параметрам. Эй, дебилы, блин, этот, Патрушев дебил, блин, тоже там ходит с этой, с каменной мордой. А все же с него идет. О чем говорят записи? Вот эти вот пытки и изнасилования в тюрьмах, они продолжаются более 10 лет. Ты просто вдумайся. То есть это система, и вот эти вещи происходят системно на протяжении больше, чем 10 лет. Этой шайке от власти уходить вообще нельзя. Так они и не могут. То, что сейчас делают так называемые западные партнеры, делают все для того, чтобы у этих идиотов не было ни единого шанса убежать за границу. Им сейчас некуда бежать. Они здесь преступники, враги народа, враги государства. У каждого из этих дебилов высокопоставленных стоит приготовленный бизнес-джет, который в любой момент готовся стартовать домой в Европу к семье и детям. И что толку от того, что он готов стартовать? Вот он туда прилетает, а его тут же принимают под белые ручки, блин. Вот и веревочный галстук ему на шею одевают. Понимаешь, какое положение ставят сейчас вот этих наших высокопоставленных идиотов? Как говорят наши небратья, туби пизда. Да, да, да. Туби пизда. То есть вот куда-то не плюнь, вот что ты не делай, а туби пизда. В тюрьмах системно, именно системно, пытают насиловать людей на протяжении больше, чем 10 лет. Есть реальные материальные доказательства, то есть это записи с видеорегистраторов, там их целая пачка, понимаешь? Пытки, изнасилования в разных тюрьмах, в разных СИЗО, во всей стране. Это система. То у нас в стране вот это все подвисло в воздухе, никто ничего не делает, потому что все боятся. Ты понимаешь, что будет, если сейчас вот этот процесс запустить? Вот ты берешь вот этих исполнителей, начинаешь снимать с них показания, они начинают давать показания на высшестоящее начальство. На пиролов, на которых они работали, на начальников тюрьм, следователей, прокуроров, которые через них получали вот эти левые уголовные дела, потому что люди на себя брали какую-то вину. Вот этот вот клубок, он тянется до самого верха, он не может не тянуться до самого верха. Вот у тебя есть реальная отказательная база, она находится в свободном доступе, в интернете можно посмотреть. В курсе западные партнеры, которые вот от этих дебилов требуют от чего-то. А на каком основании у вас вообще вот эта вся херня творится? Вы говорите, что вы такое устроили в своей стране? Они сейчас пытаются это как-то заморозить, затормозить, им этого просто никто не даст. Как ты можешь оставить просто так, в подвешенном состоянии, вот такие факты, которые выплыли на поверхность? И в то же время раскручивать это ничего нельзя. Ты вызываешь на допрос вот кого-то из этих вот гестаповцев, да, то есть вот это вот люди, которые пытали заключенных на протяжении более чем 10 лет. Это гестаповцы. Это сумасшедшие, это неадекватные люди, с насквозь больной психикой. Подумай, вот что такое человек, который пытает и насилует на протяжении больше чем 10 лет? Он нормальный вообще по-твоему? Да, это побольше, чем ССовцы работали. Это не СС, это гестапо, понимаешь? Это самое натуральное гестапо, пыточное. Это не одна какая-то там тюрьма или зона. Нет, это система. То есть это вот несколько зон, несколько теорий по всей стране, которые входят в единую систему. И эта система работает на самый верх и покрывается с самого верха, понимаешь? Ты берешь любого вот из этих гестаповцев, просто сажаешь его перед следователем, он начинает всех сдавать. Я вообще не понимаю, блин. Я смотрю на эту шушеру, блядь, тут. Росгвардейцы эти, мусора, блин. Понятно, они там имеют какие-то деньги, там грабят, убивают, насилуют, блин, тоже потихонечку. Пиздят старушек, студентов, там детей. Пока они нужны, им там что-то платят, блин. Потом выкидывают на улицу. Они не понимают. А ты правильно сказал? Воры, бандиты, убийцы, полицаи. Все. Вот этой вот милиции, которая меня бережет, ее давно уже нет. Оттуда нормальные здоровые кадры ушли еще в 2005 году. Наше общество полномерно и целенаправленно готовит к революции, начиная с 2018 года. Те процессы, которые происходят у нас в стране, это полноценная подготовка к революции. Как только в 2018 году наш главный клоун вышел на сцену и сказал, отнеситесь к этому с пониманием, все, начались вот эти процессы подготовки к революции. Они идут полномерно, целенаправленно. Это вбрасывается и вбрасывается в информационное поле огромное количество негативной информации об этой власти, об этих чиновниках, об этих мусорах. Сейчас вот эти вот пытки в тюрьмах, чеченцы с краповыми беретами. У меня вообще отношение к внутренним войскам, оно сложилось с детства. Я вот, например, рос в нормальном рабочем районе на окраине города, на автозаводе. Если кто-то говорил, я служил во внутренних войсках, это сразу автоматически человек второго сорта. Его за стол к нормальным людям не пустят. Это называлось бан. Получить бан в те времена, когда не было интернета, это было страшно. Чтобы у нас там появился, в нашем рабочем районе, кто-то пришел из армии в этом вот краповом берете. Если ему не повезло, он не смог никаким образом оттуда сбежать и откосить, и он вынужден был прослужить срочную службу во внутренних войсках. Он приезжал домой по гражданке, выкидывал эту форму в мусорный паровод и забывал об этой службе. И очень хотел, чтобы ему никто об этом не напоминал. Мы берем где-то в 80-е годы. К внутренним войскам относились именно по принципу, это люди второго сорта. Это запотло. Нормальный человек, он туда служить никогда не пойдет. Элита спецназа. Какая элита спецназа? Вы о чем? Это жандармы, полицаи. Это войска, которые предназначены для того, чтобы воевать с собственным народом. С гражданами страны эти войска воюют. Краповый берет это чисто внутренние понты среди мусоров, среди полицаев. Вот у жандармов есть вот этот вот элитный признак, элитного жандарма. Краповый берет. Вы просто вдумайтесь, вы видели где-нибудь, чтобы по улице, по городу, шел человек в краповом берете? Вы когда-нибудь это видели? И я лично никогда. Нет, и я не видел, потому что этого не может быть. Он этот краповый берет гордо носит только среди своих. И когда он выходит в город, к людям, он этот краповый берет, сворачивает в трубочку и засовывает себя в шопу. До первого тихого переулка он дойдет в этом краповом берете. Бандиты, блять, они на. Да, да, то есть в данном случае вот этот вот скандал там среди вот этих краповых беретов, это скандал среди элитных бандитов. Нам, гражданам страны, пытаются вот это вот дело подсунуть, как будто вот скандал среди элиты спецназа. Какой элиты, какого спецназа в СМС сошли, что ли? Бандиты не поделили понты. Государственные бандиты не поделили понты. То есть одна вещь, которую обязательно надо понимать. У людей, вот у этой массы людей, которые в обществе существуют, живет в нашей стране, у них никогда нет, не было и не может быть своего собственного мнения. Им не откуда его взять. Их мнение формируется исключительно сверху. Те люди, которые вас окружают, которые что-то говорят и искренне верят, что они думают, что они, во-первых, не думают, это надо очень четко понимать. А во-вторых, все, что они говорят, сформулировано и засунуто в их голову сверху. Сверху. То есть эти процессы, они всегда создаются сверху. Если в обществе идет вот это вот массированное обсуждение, если начинается вот это жесткое разделение общества на своих и на чужих, обычные люди, они попадают в категорию свои, а вся вот эта путинская вертикаль власти, вот это вот продажное чиновничество, полицаи, эсэсовцы, гестаповцы, все, это очень жесткое разделение общества на две категории. И это очень четко, планомерно навязывается сверху с 2018 года. Всегда есть причина, всегда есть следствие и всегда есть конечный выгодополучатель. Просто так никогда ничего не делается. Просто так никогда ничего не происходит. Больше десяти лет системно происходят пытки и изнасилования в тюрьмах по всей стране. То есть это выстроена целая система. Самая настоящая гестапо, которая покрывается с самого верха. Больше десяти лет информация никаким образом в информационное поле не просачивается. А сейчас вдруг это выплывает. Притом выплывает не просто вот какая-то там разовая акция. Нет, выплывает целый архив видеоматериалов, понимаешь? Этот архив уходит, сразу же уходит на запад. Вот этот человек, который архив этот предоставил, тут же сразу выезжает во Францию. Он сейчас там получает политическое убежище. Это чисто системная акция. Это кто-то организовал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова